всем доброго дня решили снять небольшое видео уже по другому автомобиле по автомобиле супруги вот насколько вы знаете на жиль атлас комплектация лет лакшери но 24 передний привод вот решили снять видео по дополнительному оборудованию потому что часто спрашивают что вот там у вас там чехольчики там то 3 10 где купили как купили а вот и уже как бы всем не отвечать вот есть возможно сейчас решили показать что для нас как бы является необходимым дуб оборудованием конкретно для жили атлас вот то есть начну наверно с внешки то есть принципе есть тут такой момент кто особенно ездит по трассе вот тут большие дырочки на то есть это ну как бы сверху они тоже ведь не маленький от рука пролазит но сверху кстати радиатор еще вот относительно относительно чистый да то есть меньше летит снизу ловится много это еще учитывая что машина мылась пару дней назад трассы еще пока не видела по трассе так приезжаешь она прям вся забивается моечкой просто смываешь и то есть очень полезная штука работает у меня у нас и на 100 вы такая стояла сеточка да то есть мы поставили просто внешнюю а сколько стоило ты не помнишь это сетка недорого долларов 16 стоило и как бы она работа работает общий вид не платит особенно на белом автомобиле наоборот как бы скажем так нам нравится вот но самое главное что работает есть конечно один нюанс который надо учитывать при монтаже сетки надо что-то вот тут подлаживать в местах соприкосновения дамы вот мы там какими-то подручными средствами вот здесь везде проложили кантики чтобы не терла об этом металлическая такая как краска металлик покрытие конечно это большая ошибка в этой машине но у нас сегодня я не об этом видео потому что как бы тут вот у нас был стэпбэй был черника да и в киев черная там вообще никаких проблем тут такое место что пескоструй камни летят и как бы тут даже и без всяких сеточек быстро на все затрется особенно кто по трассам ездит от камней пескоструй это металлик ну очень низкой этой бордюры но в любом случае как есть поэтому решили защитить так пока по колхозному по подставляли в те места потому что сначала поставили без всякой защиты посмотрел ролик там случайно на драйве думаю скину скидываю сетку смотрю да начинает царапать поэтому подложили ну вроде сейчас нормально поэтому как бы она работает нас устраивает некоторые ставят сюда не сетку такую специальные ячеистые такие делают умельцы на драйве видел элементы как сотами в стиле джили но это уже более крупная мне кажется она не совсем работает пускай некоторые пишут но любом случае здесь сетка мелкая это иногда прилетает на мойке выбиваешь а если с крупными сотами мне кажется будет больше поток каких-то камней забиваться равно будет радиатор но это уже такое лично скажем так наш какой-то птик поэтому сделали вот тут тут уже есть отверстие кстати тут камера проводочек даже ведь торчит здесь как бы охлаждение тут я посмотрел радиатор принципе особо но вот это место меня волновало больше всего поэтому мы решили прикрыть вот из доп оборудования вот что такого еще приобреталась приобреталась из необходимого в нашем случае это вот такие вот чехольчики вот удобные чехольчики хорошие они просто идут скажем так как специальные не скользящие да что понравилось что материал такой вот приятный но на ощупь да и у нас похоже уже был на стебе потом я на какие перекинул и вот из он его довольно износоустойчивый до плюс здесь классно здесь закрепляется сюда за вот эти вот элементы а снизу такие специальные ремешочки по кругу и вот сюда вот вставочка и она тоже облегает сиденье плотно садится уже предыдущие у меня были просто на крючках они там спадают что-то там болтается все что-то тут она очень хорошо фиксируется здесь фиксаторы через нижнюю часть сидения там соединяется такими защелками и грубо говоря держится очень плотно ну для чего приобретали как понятно тут кожа то хоть она и довольно износоустойчиво многие скажут нафига скажем так колхозить и так далее но до кожи особенно летом вентиляции сидений нету кожзам он такой да довольно таки плотный но тем менее он нагревается да и получает что такой эффект что кожа прилипания в любом случае можешь где-то спас потеть летом на такой основе не совсем комфортно для кожи на велюете сидишь комфортно ну и пуп очень век что-то в билет что-то вообще-то убили что-то такое барашков выбор огромный вот у нас да на строчка прошла есть кубиками там треугольничками по-разному прошли на свой разного цвета и синие и красные и белые взяли на перед взяли вот на зад в обязательном порядке тоже там кресло немножко заметно просто надо подровнять и вот такую вещь тут тоже крепится в подголовниках вот очень удобно да то есть в районе спины все равно два пассажира в основном здесь подлокотник он его не надо то есть принципе убирает необходимость в чехлах после чехла все-таки на мой взгляд чехлы на кожу смысла нету на и было надевать а вот такие вот как бы под пятники под эти ну поджопники некоторые называют как он правильно сколько стоит комплект в 94 доллара но недорого вот но мне кажется нормально сейчас может еще дешевле мужские скидки и спецпредложения то есть принципе вот такой элемент я считаю что необходим именно в кого комплектация не тряпка вот именно вот кожа но конечно хорошо на износоустойчиво но летом жарко зимой холодно есть обогрев но обогрев статьи в этой машине работает так медленного то неплохой но одна звукозона допустим такие у нас три положения здесь однако бы в этом плане поэтому спасает хорошо и как бы уже привыкли да и смотрится мне нравится даже еще больше с ними чем без она какой-то придает такой эффект как вставочки какой-то ну не то чтобы с как салькантара ну как что-то такое разбавляется он и не сын папа мне так не смотрится это колхозно смотрится нормально вот и в общем стиле неплохо вот что мы еще а вот эта штучка это у нас переехала с табы бонус супруга стоит телефон еще рано написано удобно если кто-то с телефоном он не летает не покупали тоже у дилера скажи ну да не пока еще не говорил вот еще думал что ты расскажешь коврики мы приобретали отдельно потому как у дилера просто уточнили цену мы уже как бы предварительно когда машину забирали все время я уже просто понимал что до этого мы брали уже два автомобиля новых да и все время эти коврики продавали нам по завышенной цене кстати какие продали по нормальной цене там как-то так было кота скидка или что а вот более-менее нам норма чуть-чуть выше рынка а вот в ств задорого и здесь как бы двойная цена получилось потому что вот купили коврики я заказывала на вайлборисе коврики купили это два передних задние и багажные резиновые где-то 44 доллара за все а у дилер предлагал нам за 100 да то есть принцип вот такой что вот они как бы все штатные джилин было где-то там то были логотипчики джилин все есть я же просто они сейчас грязные уже извините не подготовились да потребую можно подобрать ну тут немножко не убиралась вот такая перемычка есть очень удобная да то есть чтобы не замусорилась что не во всех она есть она цельная что удобно вот в этой модели ковров да все вот эти вот резиночки и что интересно что вот здесь вот бортик сам по себе покажу это наверно не будет видно он небольшой в этой модели мы специально смотрели с небольшим бортиком почему там воздуховод на ноги и многие жалуются когда берут большим бортом что надо подрезать колхозить либо менять какие-то кто-то его заказывает а здесь вот бортик как раз вот до воздуховода вот рукой то есть он не мешает воздуховоду ну прям там чуть-чуть то есть и получается что воздуховода принципе почти на полу ну там он как то так разглаживается и вот туда вперед такой вот минимально торчит и не мешает обдуву я уже пробовал ну то есть нормально вот это что касается ковров ну еще есть в багажнике ковер приобретали тоже комплектом и здесь продукты лежат в любом случае вот багажнике это немножко наверное другой был на заказали вместе да это же был а в одном как комплекте было ну вот может кому-то поможет какая-то фирма наверное ну понравилась качественная вещь то есть интересно вот что касается сетка вот коврики это необходимая вещь особенно коврики без них никак заходишь выходишь машину двое детей постоянно грязь и их вытряхнул примойки примутся опять грязные вот по нам на моечке их ополоснул и все органайзер но это вот как бы уже скажем так из обязательного для супруги для меня я как бы не сильно люблю такие вещи потому что мне очень важно чтобы легко вот в киеве чтобы легко сложились задние сиденья я была что-то вожу мне там раз откинул тоже вот этот усложняет именно процесс слаживания особенно когда надо сложить двоечку а эту отдельно но но органайзер общий но я расскажу куча мелочей я езжу с детьми куча мелочей и резиновики клала когда было потом похолоднее по похладнее то есть я возила летним детям и салфетки и всякую вот все что нужно плюс у меня хозяйство я постоянно вожу там яйца куриные что они тут по багажнику катаются бегают туда-сюда сколько по почувству 38 рублей на наши деньги это сколько в долларах ну на сегодняшний курс где-то 12 плюс сейчас уже и таких не будет 16 но на те деньги допускай так курс плавать всегда ну то есть в принципе да крепеж легкий здесь вот просто подлокотники до крепится вот таким образом снизу там такие специальные крючки просто не хочу сбрасывать за нижнюю часть и вот он как бы фиксируется на липучках там они такие липучки идут сеточки есть вот такого плана как сеточка сделаны есть такие как брезенты очень хорошая ткань износоустойчивая папа виду да они есть такие типа где мантиновые не хотели наша получиться у людей видел и так далее да и вид такой страны а этот как бы как скажем так как будто так и надо да из-за шторка не особо видно когда шторка не особо видно то есть застегнул ничего не видно единым да и станете от шлейки но это не критично на черном салоне не видно но зато как супруга говорит все мелочи под рукой багажник открыла что-то взять положить мелочь какую-то чтобы не валялась но есть кто-то сетки сюда загреблят вот на эти крючки с этапами не способна не сюда тогда можно поклажу какую-то лыжи если мелочи здесь будет лежать поэтому все культурно то есть да ну такое доп оборудование скажем так которая может быть не является необходимым но удобно удобно вот в принципе из допов из допов таких что прямо надо ставить ну понятно там второй комплект резины и так далее а вот из допов которые необходимы что мы еще из допов в больше нами ничего да все родное принципе тут комплектация такая что много всего есть это как бы у меня такие попроще немножко по комплектации здесь и круговой обзор это это и третье 10 usb портов там всего хватает то есть надо чуть-чуть колхозить принципе да вот сетка чехлы коврики органайзер это вот то что мы себе делали и как бы рекомендуем органайзер на любителя а вот остальное я думаю что это из обязательного доп оборудования потому что без ковриков ну сеточка тоже работ работает вот ну и чехлы для кожи очень удобно так в принципе по машине проблем нету еще год не отъездили после нового года будет год во втором месте он приобретать есть пока супруга в основном на ней я так иногда по выходным могу и вместе или так семьей вот раз устраиваемся есть на этом автомобиле поскольку он больше есть больше возможности погрузки ну вот в принципе видео немножко затянул конечно ну подоб оборудованию рассказали именно про свое что мы ставили поэтому всем удачи не буду больше тянуть всем спасибо за внимание муж кому это было полезно всех благ главное не болеть